Начнем с того, что в наши вузы, российские во всяком случае, в принципе идет очень много хлам. Извините за жесткие слова. В педагогические? Не только в педагогические. Ну, поймите, мы все являемся наследниками институтов красной профессуры и много-много чего. Когда мы сделали всеобщее советское массовое образование, надо же было понимать, и надо понимать, что образование, это не то, что человеку можно дать, это то, что он сам может сделать. Образование дает только сумму условий. И если у меня нет вот этого некой базиса мышления, культурных условий, то все эти информационные ряды для меня всхлопнутся в какое-то бла-бла-бла. Более того, мы можем сказать, что, скажем, лучшие вузы страны, и это и то, и то, и то страны. Конечно. Они в основном лучшие. Конечно, там профессуру получше собираются, но они лучшие, потому что там отобранный контингент. Ну, естественно, естественно, потому что они создают некий имидж, и на это подбираются люди, и тогда, собственно, образование творится не просто педагогам, а творится вот этой средой студенческой. И если она есть, тогда востребован качественный педагог. А если среда вот такая, что вы мне чего-нибудь даете, вы меня покормите, что я на экзамене сдам. Если во мне нет своего собственного интеллектуального мускульного напряжения, если моя собственная интеллектуальная мускулатура атрофирована, то, извините, пожалуйста, если я приду к этим студентам, если придет к ним читать лекции, ну, там, кто-нибудь, ну, естественно, извините, пожалуйста, а не сказать, это, бла-бла-бла, они его не услышат. То есть, им Иисуса поставь, они скажут, ну, евреи пришли. Ну, конечно, они его не услышат. Поэтому весь смысл вот этих крупных, продвинутых университетов заключается прежде всего в том, что там собираются, ну, что называется, когорты избранных, тех людей, которым что-то нужно. И тогда уже под них подбирается педагог. То есть, все наоборот. Под студента подбирается педагог, находится, и тогда я прихожу в аудиторию. Вот даже когда я работаю здесь вот с какими-то группами студентов и так далее, я все время говорю о простых вещах. Вот, у меня была группа, скажем, 30 человек. Из этой группы в 30 человек я готов работать дальше с 20, 10 выпадает. Ну, или 2. Ну, реально, у меня было не так. У меня, например, группа Воскресная, наверное, там и была, ну, просто полное выпадение. Ну, просто человек, он уже вообще, абсолютно, я занимаюсь сложными вещами, которые предполагают некоторое интеллектуальное напряжение. Но реально один человек просто начисто выпадает. И он входит в состояние агрессии. Вы везунчик. Я не просто, я делаю, потому что, не, ну, здесь в данном случае я должен выразить, да. Они же, кроме всего прочего, был предварительный отбор, когда они вообще идти или не идти на этого хмыля. Можно посмотреть на сайте, то есть просто абы кто не приходит. Но все-таки время от времени кто, абы кто не приходит. Нет, если бы я приходил просто в зал, который пришел кукурузу там пожевать и посмотреть какой-то блокбастер, извините, пожалуйста. Совсем плохо. Ну, естественно, меня бы выгнали бы с позором, если бы я загидали твой двухлыми яйцами. Но здесь на меня все-таки приходит на меня. То есть он приходит, еще и деньги платит или просто приходит? Он деньги еще платит. А, то есть уже более мотивированный. Ну, конечно. Это мотивированный народ. Ну, разумеется, когда я всегда говорил, конечно же, просто так, на хорябу. А еще и должен быть... Надо с них больше брать, они будут больше мотивированы. Абсолютно верно. И мы в 100%. Знаешь, что интересно? Я с одной женщиной беседовал. Она продает... Ну, что-то нетфорк-маркетинг, что-то там такое. Вот. И, значит... Ну, я не то, что против самой системы, но просто когда я слышу какие-то презентации, меня немножко напрягает вот это втюхивание. И я говорю, слушай, я говорю, ну вот эта же самая вещь, вот эта же вещь, она там стоит реально там 10 раз меньше, там и так далее. Она говорит, ты знаешь, Миша, что я тебе скажу? Если ты хочешь реально, чтобы вещь тебе помогла, заплати за нее в 10 раз больше, она тебе больше поможет. Это 100%, потому что это точка выбора. Но здесь очень важно понять, что все-таки я предлагаю не гнилой товар. Нет, конечно. Я предлагаю товар качественный, но я честно говорю, специфика моего товара, который я предлагаю, это особая специфика. Я не даю вам просто дешевую сумму инструментов, которые волшебны, как вы сказали, заведи воду, и будете без счастья. Я предлагаю инструменты, которые предполагают, что ты напрягаешь мозг. Все-таки, я все-таки пытаюсь понять. Вот знаете, вот нас смотрят люди, половина из них живет в Российской Федерации. 25%... Три четверти уже отключились и не смотрят. Ну осталось четверти. Ну кто-то же смотрит. Ну кто-то смотрит. И вот эти те, кто нас смотрит, несколько оставшихся человек... Ну как приобщиться-то? Вот следующий шаг у них какой? Вот они вас послушают, говорят, я хочу. Нет, хочет чего? Меня хочет. Он хочет. Меня не получится, если у меня... Вот тот путь, который вы рассказываете. Когда его, через разговор, когда есть какое-то знание. Вы какие-то книжки писали для себя. Но вы их писали для того, чтобы, написав ее для себя, кого-то... Эти книжки, да, они имеют вхождение. Мои какие-то статьи перепощиваются. Есть какая-то там слава, которая за мной где-то тащится на каких-то там задворках. То есть информация есть. И есть семинары, которые я провожу, на которых можно... В Москве проводите или шире? Основная Москва... Нет, это шире, конечно. Но вот у меня буквально, если брать октябрь, у меня там очень плотный был, например, семинар в Алма-Ате. Очень плотный, мощный. То есть вы туда ехали и там неделю жили, две? Нет, там нет, нет, нет. В Алма-Ате у меня трехдневка была. У меня такие короткие. А вы в скайпе не работаете? Понимаете, нет, я в скайпе работаю. Но там есть ограничители. Я очень много работаю с микровещами. Но, понимаете, здесь нужно, ну, как минимум, минимум. Даже если хорошая веб-камера. Даже если, ну, я не знаю, есть... Я понял, теряется что-то. Есть масса вещей, которые можно уловить. Кроме того, человек очень много работает боковым зрением, а не только прямом. Если бы я работал информационно, если бы моя задача заключалась просто в том, чтобы донести до вас, дорогие слушатели, информацию, тогда да, она у меня где-то есть, я достаю из широких штанин и начинаю вам это втюхивать. А мне же нужно с вами в диалог, мне ваши глаза нужны, мне нужны ваши... А понимать же, я прошу прощения, дорогие коллеги, почему я упорно смотрю на Михаила, а не на вас? Да, может, считывает с меня. Я, кроме всего прочего, показываю вам свою работу, понимаете? Ну, что значит... Давайте я вас спрошу. Работу понимания. Только не надо думать, что вы сейчас просто задаете вопрос про себя, я вам так скажу. Давайте я спрошу такую заковыристую штуку. Значит, вот я слушал одного психолога недавно. И он говорит... Он такой практический, инструментальный человек. И он говорит, что вот есть проблемы, которые решаются на физическом уровне. Вот можно дать таблетку, сделать укол. Вот есть физическая. Есть психологическая. Там тоже очень много проблем имеют соматический характер. Изначально. Вот он даже мне сказал, вот я говорю, у меня диабет второго типа. Он говорит, ты знаешь, чудовищный процент диабетиков, это соматическое, а не то, что-то сладкого съел. Переел. Потом, значит, дальше начинается уровень энергетический какой-то. Вот такой вот мы, может быть, не говорим ничего, а какой-то обмен идет. А дальше есть родовая информация. Вот, да, то, что кармическая, там, я не знаю, вот там что-то такое есть. Есть проблемы кармического свойства, где-то там пять поколений, там где-то. А вот на тебе сегодня отдается. Это вот... Я бы сказал так, что для меня это сумма метафор. Вот то, что вы сказали. Метафора для меня это то, что подлежит интерпретации. То есть я могу эту метафору натурально поднимать. Ради бога, есть люди, которые натурально это переживают, но и слава богу. Общаются с покойными. Ну, ради бога, если это так работает, то так работает. Но если это метафора, я на самом деле понимаю, что за этим стоит. И когда, например, мы с вами разговариваем, просто на конкретном примере. Вот что есть эта вот странная энергетика, которую ни одним физическим прибором не зафиксируешь, но которая между нами чуть-чуть возникает. Вот элементарная вещь. То есть мы с вами начинаем разговаривать, поле абсолютного такого иронического отчуждения. Даже не иронического, нет, иронического отчуждения не было. Потому что если бы было ироническое отчуждение, нифига бы вы меня сюда не позвали. Но некое непонимание. От чего это будет? А какие цели? Я в первый раз вижу человека. Да, конечно. И никакого контакта нет. Потом вдруг, спустя какое-то время, начинается очень много движений. Потому что начинает расслабляться лицо. Оно становится вообще другим. Вот если сравнить вас, каким вы начинали, и вас какого языка, у вас появляется детскость, у вас появляются дразнилки всякие, у вас появляется хулиганство. Понимаете? У вас появляется еще что-то. У вас появляется вот эти движения. Появляется еще что-то. Извините, кстати, на всякий случай, всякая дурь насчет того, что однозначно можно всякие позы расшифровать, язык тела, якобы это все фига. А я вот там нос почистал, мне говорят, врет. Ну да, но это сумма таких благоглупостей. Не будем серьезно так говорить. Потому что на самом деле человек это очень сложное многоуровневое существование. И поэтому, конечно же, все в контексте. Потому что, извините, пожалуйста, когда... Это все как бы... Это можно интерпретировать так, можно по-другому. Все зависит от текста. Ну вот это родовое, кармическое. Это вот что-то такое. В практической жизни мы можем... Грубо говоря, что я с этого буду иметь? Вот есть что-то такое, что с этого можно поиметь? В практической жизни вы получаете некую мифологию своей жизни. Зачем человеку нужна мифология? Мифология – это опор. Человек, для которого... Это очень важный опор. То есть, если я начинаю в себе формировать вот эти зацепки через идею кармы... Извините, пожалуйста, но это моя специфика. Я к этому отношусь. Для меня карма – это феномен культуры. Это понятно. Это не что натурально существующее, но это очень мощное. Это очень качественно работающий феномен культуры. Ну, как я не знаю, там вообще души забытых предков и так далее. В культуре существует. Здесь я занимаюсь... Например, если вы почитаете мою толстенную книжку «Антропология мифа», у меня много про это всякое написано. Когда я, например, смотрю практики какого-нибудь племени Азанде, австралийского или еще какого-то, у них такого наворочено. Я понимаю, что для них это очень существует. Вроде простые люди. Ну, естественно, конечно. Они непростые. Еще какие они непростые. Ну, или простые. Как работает, например, принцип татуировки в каком-то том обществе или в нашем обществе. Это же понятно? Символическая реальность. В нашем просто для фан. Ничего подобного. На самом деле, когда человек делает себе татуировку, он же затем... Чем отличается татуировка от одежды? Одежду вы всегда можете сменить. С татуировкой вы постоянно ведете диалог. Вы тем самым знаково совершенно говорите, что это означение себя чем-то символическим. И в этом плане, когда я создаю какие-то внутренние интеллектуальные татуировки... Ну, что такое внутренние интеллектуальные татуировки? Я понимаю. Ну, когда я, например, во что-то начинаю свято верить. То есть, это вот как... Я сращиваюсь с какой-то своей верой. То есть, чем отличается в этом плане религиозный мыслитель от человека, который просто фанатически верит? Ужас. Верующий фанатик — это человек, который сделал себе татуировку, которая въелась глубоко-глубоко. Мыслитель всегда держит на расстоянии. И поэтому мыслитель, даже если это православное, даже если мы берем ортодоксальное православие, даже в ортодоксальном православии мыслящий человек всегда будет что-то держать чуть-чуть на расстоянии. И поэтому с ним можно будет разговаривать. Если же я протатуировал себя на уровне религиозного концепта... Разговора нет. Разговора нет, извините, пожалуйста. Как вот в этих плебинах. Свой-чужой. По татуировке. Ну, конечно, разумеется. Но мне кожа крокодила, значит, ты моего племени. Значит, мы говорим на одном языке. Мы с тобой накроем. Ну, естественно, ну, конечно же, конечно же. И там уже пространства для мышления нет. Поэтому во что бы я ни верил, для меня очень важна дистанция рефлексии. Или у человека остается дистанция рефлексии по отношению к тому, что он верит. А мы все ведь во что-то верим. Верим мы в это. Верим мы в это. Один верит в кармические перевоплощения. Другой верит, допустим, скажем, в принципе физической науки. Третий верит в то, что его жена ему не изменяет. И свято верит. И даже, секунду, можно я это говорю? И даже если ему скажут, да вот же, она изменяет тебе. А он верит, и это его спасает. Я понятен? Но дальше вопрос заключается в том, в какой степени я могу превращать это, держать на дистанции именно рефлексии. И меня интересует не то, во что верим, а в то, насколько продуктивной становится моя рефлексия по поводу моей веры. Но все-таки, вот я пытаюсь, знаете, я позиционирую наш канал, как, с одной стороны, развлекательный. И в этом смысле мы тут, я считаю, мы хорошие развлекательные. Хорошо. Я что-то не вижу. Я не могу вот это вот оставить чисто развлекательным, потому что явно есть какая-то польза. Можно что-то такое для себя поиметь. Человек хочет как-то развиться, он хочет поменяться. Ну, по-сих пор. Он хочет что-то такое, чтобы с ним произошло. Тем не менее, мышление вслух, это тоже уже польза. Если мы помыслили, кто-то зацепился, это было интересно, это уже интересно. То есть, мы не сказали друг другу сумму заранее известных банальностей. Больше того, кто-то хотел услышать именно это, мы его не знаем. И мы можем просто ни о чем. Сто процентов. А он говорит, боже, я все равно сталкиваюсь с этим. Ну, конечно, но самое главное, нам-то при этом не врать. Ну, по-честному. Главное, что нам с вами интересно. Ну, например, мне совершенно определенно интересно с вами разговаривать, поэтому в какой-то момент я начинаю тащиться и говорю, о, чудо-вотно. А вы знали этот самый, возвращаясь к словечку, он вел такую войну непримиримую с другим евреем, которую звали Гершунский Борис Семенович. Да, 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 конечно. Да. Значит, моя жена аспирантка Бориса Семеновича. Да, 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 да. И, значит, и когда вот это все происходило, она как раз тогда была его аспиранткой. Понятно. А он, значит, вдруг неожиданно для себя был за флап, просто доктор наук. Да, да, да. Он, собственно, ну, он такой боевой мужик. И он оказался неожиданно для себя защитником всей этой Академии педагогических наук, которая смотрела на него. Он даже потом стал директором института этой самой общей педагогики и потом уехал в США. Ну, да. Вот, и умер уже здесь. И академиком был там, значит. Но я к чему говорю, что я вот это все наблюдал, и вот эта вот дискуссия о педагоге и о том, о сём, я хочу сказать, что вы, если мы переходим на уровень людей, вот так же, как мы говорим, вот есть система школы, а есть люди, которые там работают. Вот есть система педагогической там науки, Академия педнаук там и всего этого. Я помню, как Борис Семенович однажды на вопрос моей жены, которая искала, она говорит, Борис Семенович говорит, ну, всё-таки педагогика это наука или это искусство? Что это? Он говорит, ну, послушай, говорит он, он большой шутник был. Он говорит, ну, если я доктор педагогических наук, ну, наверное, есть. Он однажды, мы забрели в магазин педагогической книги, там, на горькую, и он так смотрит на полке и говорит, нечего читать, совершенно нечего читать, надо срочно садиться и писать. Значит, вот он был большого юмора. И вот, значит, к чему я рассказываю, вот этот поиск, педагог, там, не педагог, наука, не наука, и в Академии педагогических наук были гении натуральные. Вот такие люди, как там Лернер или Скаткин, книги, которые были переведены, там, не знаю, на 60 языков, вся Африка учила педагогов, там, по книгам Лернера и Скаткина, там, половина Азии, там. Это были люди, вот я с ними вот так вот сидел, как мы тут вот, на каких-то там мероприятиях, там, сталкивался. Это были удивительные люди, тот же Борис Семенович. Но система и человек, понимаете, и ты не можешь выйти за пределы системы. Если ты в этой системе, я был аспирантом, был такой, может быть, наверное, вы уже можете узнать, был такой Махмутов академик. Он был директором института одного из академических институтов в Казани, был такой институт профпедагогик. Вот, Мирза Исмаилович, и он, он был очень известный, проблем, ну, не суть, он очень известный был человек. И вот мы с ним тоже так иногда это все. И получалось, что они, с одной стороны, должны были держать какой-то формат, на лице, в рукопожатии, в удаленности, в переближенности. С другой стороны, они понимали, в тысячу раз больше, чем можно было у них на лицах прочесть. Абсолютно верно. И они очень переживали, на самом деле, и за дело, и за все переживали. Они были в ловушке. Они были, абсолютно. Так же, как педагог был в ловушке. Я когда пытался... Но у педагога, прошу прощения, было больше свободы в этом плане. Потому что педагог... От директора. От директора. И тем не менее, когда педагог приходил в класс к детям, если был талантливый педагог, он делал не то, что ему полагалось, а то, что он делал. Он вступал в диалог, и он строил диалог со своими студентами. А отчетность, и это была его реальная отчетность перед Господом Богом. А все те люди, которых вы назвали, это были иногда очень умные и талантливые люди. Но их отчетность была в текстах. О текстах, извините, пожалуйста, текст это уже оскопление. Оскопление собственного мышления. Вот в чем история. Ну, просто была такая система, там нельзя было ничего, там нельзя было выйти за рамки системы. Ну, конечно, ну, разумеется. И так как-то вот... А сейчас можно? Вот сейчас система... Да, конечно, разумеется. Да нет, и тогда выйти за рамки системы учителю было возможно и тогда, и сейчас, конечно же. Вот у меня есть прием. И при том, что огромное количество талантливых учителей уехало из России. Я сейчас болтаюсь по школам, я вижу, извините, святое место пусто не бывает. В каждой школе находятся просто феерические учителя, потому что учителя формирует ученик. Когда я все время говорю о том, что... Вот вы можете посмотреть, у меня где-то пару лет назад было очень красивое видеоинтервью в новой газете. Ну, просто у меня по сайту можно порыться, такой большой такой текст. Я как раз там показывал на всяких... Оппозиционная такая газетенка, с душком. Да-да-да. Да нет, это не душкока, там просто мыслительное пространство есть, понимаете, другое. Она не идеологическая в любом случае. Там скорее вот... Так вот, и смысл считать, в принципе, оппозиционностью, то да. Если это натива мужчин. Да, или тупость, или мышление. А там вышел одиночный пикет, написано «Миру-Мир». Его замели. Ну, конечно, да. Не за то, что там написано, а что вообще в пикеты сейчас выходит. Ну, вот, я-то как раз там показывал, что встреча с учеником, который ни черта не понимает, это спасение для педагога. Потому что здесь он начинает активизировать свой мозг. Ну, смотрите. А-а-а, это как вызов такой. Ну, естественно. Я понял, я понял. Ну, естественно. Я приятно. Ну, естественно. Поэтому я всегда наблюдал, что самые талантливые учителя формировались в школах восьмого вида. Ну, там разных школах. Условно говоря, там школы с какими-то... Где дети со всякими нарушениями, условно говоря. Так, у нас тут в России там школа седьмого вида, восьмого, шестого и так далее. Есть такие термины? Ну, так, сленговые термины. Я знал одного дядьку. Он работал врачом-венерологом в советское время. И там где-то была тюрьма, но венерологическая тюрьма. Где-то была, наверное, гуляя, где-то в тех местах. И он там работал. И я ему говорю, как ты можешь в таком месте работать? Он говорит, ты не понимаешь. Он говорит, только в таком месте ты можешь найти такое сочетание проблем. Я говорю, как я бегу на работу, я лечу. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И поэтому очень часто... Да, господи, тот же самый Выгодский формировался как дефектолог. Выпроксихолог. Психолог Выгодский, да, конечно. Именно дефектологические работы стали основой всего остального. Потому что, когда мы имеем дело с нормой, нам кажется, что все автоматически происходит. Так и происходит автоматически. Ребенок, который выходит за границу нормы, он всегда дает проблемы, которые заставляют нас думать. Мы понимаем, что тот ход, который нам уже известен, он не проходит. Надо изобретать что-то новое. У меня, на самом деле, когда упоминают Выгодск, у меня начинают колотить внутри. И я думаю, надо что-то сделать, чтобы вот ребята, которые сейчас растут, чтобы они знали что-то об Выгодске. Это такая судьба. Это просто... Они не поймут, в какой стране живут, пока они не узнают, что случилось с Выгодским. Вот как это все произошло. А Наташа тут у нас присутствует. Наташа, вы знаете про Выгодского? Конечно, я же. Хорошо, хорошо. Да, конечно, конечно. Наташа это человек, который как раз меня сюда притащил. И Наташа совершила по-настоящему, на мой взгляд, подвиг. В общем-то, зная обо мне только через интернет. И не зная, как я взаимодействую вживую. Она совершила какие-то феерические усилия по нахождению тех людей, которым бы я был интересен. И вот сейчас, после того, как уже все случилось, многое случилось, и драматически случилось, это очень важно, драматически, мы сейчас как раз думаем о том, что это в плане практики, что вполне вероятно, что в феврале или в марте я здесь еще появлюсь. И мы сделаем более глубокие погружения с использованием того детского сада. Вы меня позовите. Обязательно. Наташа открывает детский сад. А в каком месте здесь? В Redwood City. А? В Redwood City. Знаете что, он уже открыт или собирается? Еще не открывается. Ну, знаете, вы как только будет место, зовите меня, пойдем снимем там. И я бы хотел, в частности, на базе этого детского садика Наташину в Redwood City делать какие-то систематические вбрасывания, и чтобы это была такая лаборатория, которая бы показывала людям некоторые иные возможности продвижения детей. У меня есть внучка в Redwood City, которой только год. А, теперь мы с двух. С двух, но это наш контингент, я понял. Мы раньше ходили в Starbrite, а сейчас они уехали туда, и нам ищем русский садик. И вот когда находятся такие люди, которые вдруг подхватывают тебя, и ты понимаешь, вот диалог пошел, и пошли какие-то совершенно крутые, не запланированные заранее, вдруг случается, и вдруг случается. Ну, это и есть самый кайф. Ну, конечно же, я могу совершенно определенно сказать, что с Наташей это случилось. Александр, вот я еще раз, я так мыслями бегаю, у меня тут, значит, так много чего. Я понимаю. Вот, возвращаясь к современной школе, у меня был, ну, можно сказать, ученик. Я преподавал одно время в 57-й школе, там, вы знаете, наверное, в Москве, да? Вот, и он приезжал сюда годик назад, так мы с ним, значит, потрепались. Он педагог, математик и так далее, он в Израиле припал, потом вернулся в Россию, и преподавал, если вы знаете, 179-ю школу там, да? Вот, он там, значит, и дальше ему пришлось уйти, и он приехал, значит, сюда повидаться там. И я выяснял у него, почему пришлось уйти. И он говорит, ты понимаешь, говорит он, в школе появилась должность такая, называется зам по безопасности. Да, 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 я понимаю. Мне так неожиданно, раньше проторг был, а сейчас зам по безопасности. И зам по безопасности фактически его вынудил уйти за то, что тот, там есть какая-то доска в школе, куда выездки из газет вешают, так он туда, вот, из новой газеты, чего-то там повесил. И он ему раз предупреждение делал, потом он повесил, ему еще раз предупреждение, его вынудили уйти из школы за то, что он из новой газеты повесил на доску. Значит, к вопросу об учителе, о свободе, о жизненной позиции, там, потому что он бесподобный методист, он виртуоз вообще, он, ну... Ну да, сам факт наличия мышления – признак экстремизма. Ну, в чем-то это правда. Конечно. Потому что мышление – это то, что выводит человека на экстремум, это то, что выводит за границы привычных схем. И поэтому мышление опасно, оно опасно для развития, оно опасно для того, что оно чревато каким-то неизвестным будущим. Но что по этому поводу я хочу сказать. Повторяю, во все времена и в сталинские времена мышление в школе существовало. Только оно не опубличивало себя, потому что сужается пространство, вот темнота сгущается, зона видения сгущается, но все равно остается класс. И остается один ребенок наедине, с которым я остаюсь, и там, возможно, очень глубокие вещи. И даже в самые мерзопакостные годы, в самые тяжелые годы, в какие-то 47-й, 48-й, когда вот эта пелена накрывала, там очень тяжелым покрывалом, даже в это время, прошу прощения, было взаимодействие на уровне отдельных людей, отдельных. Не то, чтобы там в классе, на открытом уроке, но в этой ситуации в гораздо большей степени человек проявлялся как интонационное существо. Человек это существо интонационного. Интонационное, потому что я могу сказать, Ленин и партия – близнецы-братья. Кто более? Да, да. Телесторицы. И вопрос заключается, что я сказал? Я прочитал партийную речевку. Ну, извините, пожалуйста, мы понимаем, что я прочитал не вполне партийную речевку. А знаете... Я сказал, и даже если я с надрывом скажу, Ленин и партия – близнецы-братья. Я сказал искренне, но все умрут сосны. Есть анекдот. И понимаете, и придраться ко мне нельзя. Если сейчас говорить анекдот... Анекдот был, как исключили евреи из партии, за три взыскания. И он начинает объяснять про эти взыскания. Вот одно из них было за то, что он читал Маяковского с выражением. И он говорил, я знаю, город будет. Да, конечно. Я знаю, садут весь, когда в стране Советов такие люди. Да, да, конечно. Ну, естественно, естественно. А, возможно, еще более тонкие вещи. Я помню, когда я был на военных сборах, а это было еще советское во все время, я был назначен редактором «Боевого листка». И я «Боевой листок» выпускал... Можно я сейчас так чуть-чуть поделюсь воспоминанием? Да. И я каждый «Боевой листок» сделал таким стихотворным. Ну, в частности, у меня обязательно там в качестве передавицы... Изощренная форма. Ну, нет, ну, там было многое, но придраться было дико чему. Вот услышите, вот такой текст. Давайте. Я знаю, боевой устав нам дан для подвигов и славы. И потому в бою устав нам, как вода, нужны уставы. Следить за быстрой устракой, гордиться мыслью искрометной и постоянно, незаметно иметь уставы под рукой. Устав наполнит смыслом сутки и на дорогу жизни став. «Сверяй же мысли и поступки с тем, как трактует их устав». Я думаю, что начаться должно было полюбить этот стих. Ну, разумеется. Ну, естественно, что народ хохотал. Да. Ну, видите, и придраться не к чему. Придраться не к чему. Вот понимаете, вот стих, который одновременно работает во все стороны. Да, он у вас с одной стороны, но все равно в нем есть что-то светлое такое. Устав. Ну, как же. Есть. Так, то есть ирония может быть разной степени изощренности. И все советские писатели и поэты прекрасно это понимали. И мы всегда могли идти по очень какой-то тонкой грани, поэтому на самом деле тучи могут, тьма может сгущаться, но люди-то остаются. И, извините, пожалуйста, мышление остается все равно. И вопреки, ну, по секрету, мышление всегда существует. А как им удалось все-таки не угробить все мышление, хотя они гробили всех, кто соображает? То есть, видимо, какое-то мышление прорастает там, где оно вроде бы и не присутствует. Абсолютно верно. Я вот и говорю, мышление всегда существует вопреки. Вот это иеретичество, оно всегда возникает, оно неизбежно возникает. То есть, человек это существует, для меня это очень важная философема, которая на самом деле и по большому счету зомбировать стопроцентно нельзя. Почему? Здесь есть разные основания. Ну, в частности, потому что любой человек, даже если я совершенно тупо зомбирован, во мне есть разные уровни. Во мне есть боли, во мне есть страдания, у меня есть нестыковка. У меня, например, очень многие люди начинают разруливаться в рамках консультирования. Ну, типа того, что он все время уверен, как правильно. Но вот его дитя вырастает и становится подростком. И так шарахает его. Все ломается, да. И он, извините, приползает. И краем уха он слышал, что там Александр Михайлович делает какие-то крутые вещи. И он приползает к огне, а надеваться некому. Ребенок уже на тяжелых наркотиках. Ну, пример. А можно что-то сделать? Можно. Не с ребенком, прежде всего, с родителями. Когда я начинаю разруливать, когда он уже в тупике, вот тогда он готов их деньги вкладывать. Сначала, конечно, он надеется на волшебную таблетку. Потом он понимает, что волшебная таблетка не срабатывает. Он понимает, что на самом деле это все выбрасывание. И тогда в какой-то момент кто-то начинает говорить, ну, стоп. Может быть, за что-то. Давайте для начала попытаемся что-то понять. А вот давайте я тогда спрошу про зомбирование. Вы начали говорить. Вот, допустим, мы все знаем, что сейчас идет, ну, как бы такая информационная атака. Много информации, политического плана и так далее. И очень-очень-очень много народу. Они искренние, они вот как за Сталина за Родину. Да-да-да. И я видел людей старшего поколения, которые были за Сталина за Родину. И столько, сколько я их знал, они всегда были за Сталина за Родину до последних дней своей жизни. Уже даже здесь. Я понимаю. Вот те люди, которые сегодня, скажем, короткой относительно волной информационной, поставлены в это состояние. Многие из них куда-то вернутся обратно или к чему-то? Или так они вот и будут все же? Вы понимаете, мы должны понимать, что было одним из оснований событий 17-го года. Вот базовых оснований. Почему вообще вот эта вся штуковина пошла? Ну, в общем-то, там в основании было чувство обиды и зависти. Зависти кому? А не важно кому. Когда я чувствую, что я умный, вот я даже вот здесь работаю с сообществом вашим русскоязычным, и я вижу людей, которые тщательно маскируют глубокий уровень зависти. Но я же умный. Я там была такая крутая. Я просто, вот в связи с вашим вопросом, я пытаюсь, вот для меня очень актуальный вопрос, я всегда об этом думал. Ладно, в России можно объяснять примитивными вещами, почему там 86% поддаются какому-то накату идиотизма. И они говорят, о, ура, ура, все оказывается... Нет, все непросто. Вопрос не просто в пропаганде. Пропаганда эффективно работает, когда она удовлетворяет чему-то глубокому. Безусловно. Что его там опустили. Что его... Но при этом у него... Вот есть святые люди, которые позволяют себе быть расслабленными. Их очень мало. И не ожесточаться в условиях, когда кто-то делает коридор. Я же тоже умная. Почему она уже зарабатывает миллион долларов? У нее вот такой дом. А я-то знаю, что я ее умнее. Но почему у меня нет дома на миллион долларов, и почему у меня нет того другого, третьего, четвертого? На миллион это очень скромненький дом будет. Ну да, да. Даже скромненького нет. Ну, условно говоря. Ну да. Вот мы на миллион долларов. Вот домик, маленькая холупка, на миллион долларов. Ну вот аж там. Ну да. Такая холупочка такая. А я сижу и... Я сейчас говорю софрательно. Я завидую вначале не Биллу Гейтсу, не Сергею Брину. Я завидую вот этой Наташке, которая купила дом на миллион долларов. А это что? Это холупочка. Наташа, покажитесь нам, что вы там делаете. Да, да, да. То есть, смотрите, у меня есть при всем... А Наташа, допустим, но это не Наташа на самом деле, а вдруг она смотрит на кого-то другого. Ага. А якобы смотрела. А вот у меня подруга Женя, которая тоже за миллион долларов купила дом в викторианском стиле, но который был вот... Ну, где-то миллион долларов он тоже стоил, да? Ну, примерно. Ну вот. А еще смотрю, а это купил за сто миллионов. Вы знаете, что... Ну, я вначале начинаю завидовать не ему. Я Сергею Брину не завидую. Я завидую ближнему, который чуть-чуть почему-то ему подфартило больше. Потому что Сергей Брин на вашу статусность никак не влияет. Ну, конечно же. А этот в вашем круге, если он пошел вверх, он вас опустил вниз этим самым... Ну, вот, вот, абсолютно точно. Это статус? Абсолютно точно. Ну, конечно, да. Ну, конечно, в этом-то вся история... Ну, да. Ну, конечно же. Но, вы знаете, что... И в этой точке у меня клинч, у меня начинают мозги плавиться, и в этот момент я начинаю, что называется... В этот момент у меня возникает на этой зависти чувство вот этой вселенской справедливости... Это очень похоже на подростковое переживание. Когда подросток... Подросток? И вот, я не знаю, вот вы представляете себе... Ну, наверняка у всех было. У вас было когда-то такое подростковое переживание, когда вот такой-то враг, и вы внутри себе представляете, как вы этого врага отмутываете. Да я и сейчас. И вы просто представляете, вот я и вот так, и так, и так. Я сам бы изучал, я боксом занимался, я прям вот тогда эту грушу... Ну, конечно же, конечно же, конечно же, конечно же, ну, конечно же, конечно же, ну, вот. И поэтому, когда появляется... А еще не какое-то... Ну, конечно же. И с этой точки зрения вот этот весь бред, который творится, скажем, на видеологической пропаганде, там, советской, или, скажем, пропаганде, там, 30-х годов в Германии по поводу Вегмара и так далее, это же взывает вот к этому чувство обиды и к чувству мести. Вот я буду отмщен. А чем обидели Россию там? Меня конкретно обидели. Меня конкретно обидели, что вот Наташ... А вот Наташка обидела. Она обидела, потому что у нее-то дом на миллион долларов, а у меня-то, Холубка, всего лишь на 500 тысяч. То есть это не то, что безземельное крестьянство хотело землиться? Ну, конечно, конечно. Она меня обидела, я конкретно... У нее три акра земли, а у меня два лаптика обещают. Ну, конечно же. Как поссорились Иван Микифорович, понятно, там еще с ней. Да, все возможно. И вся история начинается вот в этой точке. Обиду мне она нанесла гадина такая. И я начинаю дальше с этой гадиной изо всех сил. И тут я нахожу сильного лидера, за которого я цепляюсь, и вот будет отмщено с помощью этого лидера. И я понимаю, что в данном случае вот ты-то так, а зато у меня... Вы смотрели фильм «Обыкновенный фашизм» для того, как из четырех часов сделали полтора? Да, смотрел. Значит, там была удивительная, значит... Вообще фильм невероятный. Я не знаю, если он где-то есть, но я считаю, ребята, все должны посмотреть это. Но там был интересный момент. Вот мне запомнилось, там было лет 12, я смотрел. Значит, площадь там где-то, я не знаю, там где, в Германии, значит, Гитлер. И марширует полки, такие красиво, все это очень так. И они идут, значит, на фронт или куда они там идут. И Гитлер выступает перед ними. Но он так страстно, он там с таким драйвом, и он кричит им. Я освобождаю вас от химеры совести. Да. Абсолютно точно. Понимаешь? Да. Это же только мечтать можно. Потому что, в принципе, за это и посадить могут, и убить могут, и все. И вдруг освободили, понимаешь? Конечно. Ой, ты ешь. И их освободили от химеры совести. Сто процентов. Сто процентов. И то же самое происходит сегодня. То есть, здесь нужны люди, которые бы жаждали, которые говорят, «А, это то, что мне было. Какое счастье, наконец-то я могу жить без этого. Без этого дерьма, которое... Без дерьма под названием совесть, которое мне все время мешало». Или я как раз могу... Я такой крутой, я сейчас... Это как кодла соединилась подростковая. И вот она силу почувствовала. А дальше уже начинается особый драйв. Когда подростки идут вот этой кодлой, они уже... До этого, вне этой кодлы, он может быть нормальным, там, мальчиком, думающим и так далее. А здесь получается вот эта энергетика. Это энергетика фанатского движения. Вот идут фанаты... Спартаковцы там. Конечно. И не только спартаковцы. Не важно кто. Например. Это где угодно. Это может быть в России, это может быть в Америке, это может быть где угодно. В Англии распространяется. Когда, естественно, собирается вот эта фанатская группа, и все. Я уже себе не принадлежу, но у меня есть чувство вот этого потока. Вот этого потока, который меня подхватывает. И в этом потоке я побеждаю всех тех, кто меня когда-то в жизни обижал. Все мои детские обиды. Потому что, знаете, сколько человеку обид во время жизни? Чудовище. Сколько раз меня унижали. И вот я иду в этом потоке, я мщу за все эти обиды. И у меня на хоругвях, на моих знаменах написаны какие-то символические абсолютно имена. Пусть это имя этого товарища, или неважно, но это поток, который меня подхватывает, я отыгрываю все свои обиды. А помните ходу обидов, да? Да, конечно. Конечно же, конечно же, конечно же, конечно же. Поэтому вот этот комплекс обиженного человека здесь снимается. Я помню, это был в 61-й, что ли, когда банк Либерн на конкурсе Чайковского на первом получил первое премиум. А вторым был китаец. И во время культурной революции ему руки переломали. Буржуазность не какая-то ерунда какая-то зато. Да, да, да. Вот. И это да, это ключ к пониманию того, что происходит. Ну хорошо, но оно как-то... А вот как работает с этой обиды? Как оно выйдет из этого? А вот смотрите. Вот опять же для меня выход из этой всей ситуации... То есть, ну, во-первых, я был бы полным идиотом, если я предполагал, что вот так вот... Ну, извини, ну, маяться всю жизнь будем. Выйти нельзя. Ну, телевизор... Ну, малехонькие изменения. Вот я все время говорю, вот я живу островной культурой. То есть, вот для меня вообще человек это островное существо. То есть, я не думаю о маг. Вот лет 25 назад я работал таким харизматиком. Мне нравилось. Я выхожу на трибуну, и там люди, там зал. Вот вчера... Хорошо, хорошо. Знаете, такой этап был, когда там еще там выборы первые и так далее. А, конечно, я застал. Конечно. И это было очень круто, когда я со своей лексикой, эмоциями и так далее, я приходил и завоевывал зал. И это был кайф, кайф. Потом стало до меня доходить, что завоевал зал, ты не завоевал никого. Потому что... И это вообще на третье должна идти не о завоевании. О том, что когда у тебя появляется толпа фанатичных поклонников, у тебя не появляется никого. Тебе нужна не толпа фанатичных поклонников, тебе нужен хотя бы один из собеседников. И ты живешь в поиске одного, через которого ты можешь услышать себя, а потом второго, а потом третьего, а потом пятого. И я, например, могу сказать, что вот за эти пять дней я здесь у вас нахожусь шестой день. За эти шесть дней сформировался небольшой остров. Разный. Они разбросаны в разных местах. В Редуле, Сан-Франциско, там, скажем. Ну, в разных местах. И я понимаю, что эти люди для меня уже внутренне связаны. Уже возникает некая островная культура людей, которые друг другу нужны. Они не такие, как все. Эта масса не будет всегда универсальной. Но вот этот островок есть. И я знаю, что когда я приеду сюда, я для них, боже упаси, я для них не являюсь гуру. Ненавижу быть гуру. Понимаете? Но, слава богу, там я чувствую такие движения друг с другом, что я понимаю, если вдруг я приеду сюда ищу, это будет иметь продолжение, и людей будет немножко... И больше может оказаться, что я больше не приеду. Мне надо привыкнуть к этой мысли. Бывают мысли, к которым надо привыкать. Вот я три дня привыкал к мысли, сейчас, как это звучало, секунду. Ты не можешь сказать неправильную вещь правильному человеку. Я сам английскую перевожу. Что если человек правильный, ты не можешь ему ничего неправильного сказать. То он всегда будет поняты правильно. У меня были примеры против, я никак не могу. У меня три дня я мучился, пока я слышал, что это действительно правда. И все мои примеры уложились в эту концепцию и так далее. Вот я сейчас чувствую примерно то же самое относительно того, что я разговариваю с другим человеком, чтобы себя... Вот это мне надо привыкнуть. То есть я чувствую, что там цепляет, но мне надо... Должно уложиться в голове. Вы несколько раз сказали, я каждый раз меня цеплял. Я думаю, надо понять, что это... Вот. Я так понимаю, вы немножко уже устали? Нет, я не то чтобы устал. Я думаю, что мы должны зрителей наших... Супер! Давайте так. Но все-таки, если я слушаю вас, я живу там, не знаю, в Самаре, я говорю, а я хочу больше узнать. Я, может быть, что-то... Куда я... Что нужно делать? Просто погуглить или есть сайт? Можно погуглить. Можно набрать Александр Михайлович Лобок и куча ссылок вырезит. Можно прийти на сайт мой персональный. который называется Александр... Кстати, вот интересно. Сайт... Название мое. Сайт делаю не я, но название мое. Но они... Меня спрашивают, как сделать. Сайт называется просто... Александр Лобок. Фрагменты жизни и черновики. Но это не URL, а внутри там написано. Нет, вот прямо вот вы открываете, сейчас вы добрали, Алла-Покру. А, вот это Алла-Покру. Мой большой портрет. И написано, Александр Лобок. И ниже. Фрагменты жизни и черновики. Почему такое название? Для меня вообще жизнь – это сумма фрагментов. А черновики, потому что все в процессе и в динаме. Это то есть, естественно, конечно. У меня нет никаких завершенностей. Вот, собственно говоря, мой разговор с вами – во-первых, это фрагмент наших жизней. Всего лишь фрагмент. Всего лишь какой-то кусочек. В какой-то мере может быть значимый. У нас бывают моменты нашего существования, которые не являются фрагментами жизни. Потому что там жизни нет. А, окей. Понимаете? Мы функционируем в чужих обстоятельствах, в чужих шкурах. Мы не чувствуем себя самими. Это не есть наша жизнь. Это часто бывает. Мы делаем это, потому что мы должны заработать деньги, потому что мы должны поднять статус и так далее, и так далее. А есть ситуация, когда мы чувствуем жизнь. Например, я сейчас с вами разговариваю, у меня есть чувство жизни. И с этой точки зрения мой разговор с вами является фрагментом моей жизни. И вместе с тем вот этот разговор – это черновик чего-то большего. Это всего лишь черновик. Но это не значит, что когда-то будет белорик. Жизнь вообще состоится из черновиков. А может, в следующей жизни, в следующей инкарнации. А жизнь не пишется на белом. На самом деле, все, что мы делаем, это всего лишь черновики. С помарками, с ошибками, с исправлениями. Но это и есть. Мне безумно важно. Я, например, говорил с Наташей сегодня и позавчера. Вот если на базе ее детского садика это возникло, мне бы чего хотелось сделать? Мне бы хотелось, если бы здесь, не мне сделать, нет, это я плохо сказал. Если спустя какое-то время здесь возникнет, не люблю слово «центр», но я условно так сказал, «центр креативного русского языка». Креативная русская культура, именно креативного языка. У нас язык очень часто бывает таким коммуникативно мертвым. Ну, мы говорим, вот, дай мне воды, дай мне того, все, что можно перевести. Дай! Да, да. Первое слово «центр». Дай или возьми. Язык для меня начинается в точке, когда его невозможно перевести. На другой язык. Ну, конечно. Конечно. Ну, мы бы можем говорить про язык Шекспира ровно постольку, поскольку сколько ни переводи Шекспира на русский. Да. Это не будет Шекспир. Это будет Шекспир, переведенный на русский. Это будет язык Пастернака, Лозинского и так далее. Сколько ни переведи. Нет. Ну, да. В момент, когда я совершаю усилия, вот, допустим... Они Ветхий Завет перевели. Это большой. Вы Шекспиры, мы говорим. Ну, да, да, да. Ну, вот, условно говоря, если попробовать вот эту нашу беседу, эту мою речь, обращенную к вам, начать переводить, в ее обрывочности, в ее лохматости, вот, в ее несовершенстве. Когда я мучительно пытаюсь слово вот здесь вслух проговорить, а оно мне не поддается. И мы переводим это на другой язык, и вдруг понимаем, что вот эта энергетика... А вот здесь возвращается... Больше, чем слово. Ну, конечно. Вы спросили про энергетику. Такие люди есть. Люди, которые говорят, у наших детей исчезает русский язык. О-о-о, через одного. Он пропадает. Да. И есть кто говорит, ну, и ладно, туда ему и дорога. А есть те, кто по этому поводу страдает. В основном переживают люди. И страдают, и переживают не просто потому, что трудно с ними общаться. Там бабушка, дедушка не владеют английским и так далее. Нет, переживают по-другому. Они интуитивно чувствуют, что русский язык, как вот эта особая плотность семантики смыслов, пульсирующих смыслов, это уникальная реальность, которой больше нет. В других языках иные реальности. Может быть, в других есть что-то. А как в другое. Но нас там нет. Естественно. Мы не владеем, допустим, английским так, чтобы компенсировать отсутствие этого. Мы теряем некоторый компонент в отношении. И поэтому очень важно, вот это настоящий билингризм. Вот мне что безумно нравится в Наташиных детях. У нее два прекрасных, очаровательных ребенка. Собственных. Собственных. Ребенок Юра, которому 5 лет, и близняшка Амарис. Которой тоже 5 лет. То есть они близнецы? Они близнецы. А, я же видел их. Да, да, да. Совершенно замечательные. Так вот, с самого начала, что на меня произвело просто блестящее впечатление в доме у Натали, в котором я благословенно прожил эти 5 дней. И Амарис, и Юра совершенно великолепно переходят в пространство русского языка. И им живут. Откуда переходят? Ну, с английского. Они по-английски друг с другом? Они близнецы. Нет, они из друг с другом. У них 5 языков. Да. У них реальный полилингвизм. Но при... смотрите. А есть с кем разговаривать? А, с мамой. Да, с мамой русский язык в немецкой школе немецкий, там, скажем, английский, это понятно в среде. Но что я должен сказать? Когда они переходят на русский язык, внимание, и это стоит дорогого, у них язык по-настоящему живой, то есть непереводимый. Они, когда говорят по-русски, они... Я видел здесь уже много детей, которые, чтобы начать говорить по-русски, я вижу, они все время переводят. Как это сказать по-русски? Причем дети уже и в возрасте 6 лет, а уж тем более в возрасте 14. А здесь эти ребята, они живут русским языком. Потом, хоп, возникает пространство английской речи. Как переключатель делается, они легко переходят в него. И там иная семантика, иные эмоции. Вот, понимаете, вот происходит удивительная вещь. Я такие штуки видел очень редко. Тогда я позавчера... А вот позавчера я делал тренинг с подростками 12-13 лет. Мы играли вот в этот архикапт, бешеная совершенно игра, в которой там 100 всяких игр. Там вся математика школьная, там русский язык. Покажите, ребята. Да, феерическая игра. Вы зайдите ко мне на сайт, посмотрите, пожалуйста. Но в нее надо играть. Тут вот колода карт, в которой 100 игр. Игры просто затягивают со страшной силой. Но правил тут нет. Здесь правил нет. Извините. А откуда же я знаю, как играть 100 игр? Вы можете прийти на сайт, там что-то... А, там есть правил. Ну, не все. Правил много. Я эти игры сочиняю на ходу, но очень красивые игры. Не 36? Нет, здесь 45. Здесь сложение, умножение. Когда мне кто-то говорит, что таблицу умножения тяжело учить. Вот это Креблебой на названии? Нет, Креблебой – это фирма. А название Архикард. Архикард. Ты. Архикард. Ты. Архикард. Ар-хи-кар-д. По-русски. Да, по-русски. Архикард. Как? Совершенно верно. Ну, так вот. И вот я с подростками этим взаимодействую твою. И в начале часть этих подростков явно переводится с английского. Потом мы в это играем. К сожалению, я сейчас не могу с вами поиграть. Мы на досуге, может быть, когда-нибудь с вами встретимся. Я поиграю. Но, кроме всего прочего, это офигительная игра для взрослых. Это игра не для детей. Но в нее с невероятным отвязанным режут игры. Их много, этих игр. Просто драйв начинается феерически. Ну, так вот. То есть на развитие мозгов. Да, конечно. Дети учатся читать с невероятной скоростью. А то, как в руках, когда они. Да, конечно. Но это не игра для того, чтобы научить читать это. Я не люблю дидактические игры. Игра настоящая отличается от дидактической очень простой вещью. Мне интересно играть в любом возрасте. Я в подкидного... Почему великолепная, блестящая, феерическая, развивающая игра «Подкидной дурак»? Потому что сколько бы вам ни было лет, вы в нее будете играть с удовольствием. В «Подкидного дурака» можно проводить чемпионат мира. И там есть очень сложные вещи. А в нее можно просто для развлечения. Для отдыха. Абсолютно. Не наперегались, не просчитывались. То есть, абсолютно верно. И вот эта многоуровневость там заложена с самого начала. Здесь то же самое. Ну так вот, я к чему веду. Ребятишки поиграли. В начале они переводили к концу игры. Те, кто переводил с английского, уже думали по-русски. Не просто думали, они говорили по-русски. То есть, у них было что вытащить, а игра это вытащила. Совершенно верно. Совершенно верно. У них было что вытащить, а игра это вытащила. И там было море хохота, море энергии, море драйва. И шел вот этот феерический русский язык. Я точно вам могу сказать, что если регулярно этими вещами заниматься, русский язык будет жить. Слушайте, давайте еще один вопрос я вам задам. Потому что у меня аудитория очень разнообразная. И они все время что-то рассказывают. И я начинаю тоже как-то сомневаться. Потом они противоречивые вещи говорят. Я вообще не знаю, что делать. Поэтому вот такой вопрос. Школа современная, раз вы по всей стране путешествуете. Школа современная, скажем, в Москве, отличается существенно по уровню возможностей, которые она предоставляет детям. Вот, допустим, школа в Нижнем Новгороде, в Якутии. Ну, скажем так, талантливые учителя, слава богу, есть везде. Вопрос не в системной организации в школе. А повезло или не повезло, если в этой школе по-настоящему талантливые учителя. Те, которые способны выходить на диалог с детьми. Правда заключается в том, что учителя московские, а я их могу сразу сравнить, пожалуй, только с учителями отдалённых наследов деревень якутских. Я много путешествовал по сельской Якутии. То есть московские, как в Якутии? Ну, в чём-то да. Они более, они менее запуганы. Московские менее запуганы? При всём при том, что их пугают сильно. Я бы сказал так, не в среднем, там много запуганных. Давайте так, запуганных учителей везде много. Количество людей, учителей не запуганных в процентном отношении в московских школах побольше. То есть у них больше вариантов не тут, так он может уйти куда-то? Совершенно, и не только. Они в большей… Хорошо, я такое сравнение. Может быть, потому что школ московских очень много. Да. И вот в этих оптиках легче спрятаться, легче потеряться. Вот внизу против… И может прикрывать начальство и всё? Ну, естественно, конечно. Чем в этом плане хороши якутские сельские школы? Я когда впервые… У меня в Якутии было несколько таких, по заказу Министерства образования Якутии, было несколько образовательных экспедиций, меня возили глубоко-глубоко в деревьях. Я извиняюсь, это деревня, это ты заходишь в класс, а там, скажем, пять классов в одной комнате, да? Ну, нет, ну не так, конечно. Там нормальные, построенные школы, естественно. То есть там… Ну, не так уж три человека не из первого класса, а два человека из второго. Ну, я себе объясню. Такое тоже бывало. Ну, например, Наслег, ну, или у деревни местная, размером… Там всего живет 500 человек. Большая. Даже не дворов, а всего человек. Дворов меньше. Ну, такая, большая достаточно. Что это именно Якутии живут? Ну, да, Якутии, да. Там якутский язык. Ближайший населенный пункт… Ближайший населенный пункт 300 километров. А врач там, если… Ну, вертолет, фельдшерский пункт. То есть это все ближайшие. Они там живут своим миром. И вот я в школе, я смотрю, как работает учитель. Я говорю, слушайте, и вам это все позволяет? А кто до нас добьется? Знаете, обоим такой анекдот, когда сидят на берегу Тихого Оркена два чукча и рыбачат. Один говорит, хочешь анекдот расскажу вам? Он говорит, политический? Он говорит, политический. Не надо, а то сошлют. Это чистая правда. То есть, на самом деле, находясь там, там далеко, ну, в общем-то, можно чувствовать себя свободным. То есть, нет постоянных… Не приедет инспекционная комиссия проверить, как ты ведешь урок, правильно или неправильно. И парадоксальным образом, в московских школах, в этих больших комплексах, гораздо проще спрятаться. То есть, мне не нужно высовываться. То есть, условно говоря, отчет… Да, отчетность универсальная. Ну, вы же понимаете, отчетность – это такая имитация. Это имитационное зеркало. Отчетность никогда не говорит о том, что происходит на самом деле. И слава Богу. Потому что я могу выдавать специально эту отчетность, а заниматься своими делами. И большой начальник не придет, большой методист, сказать, правильно ты расставил акцент. У нас хорошая школа по производству отчетности. Ну, конечно. А девочки, Господи. Так вы поймите… Ребята, мы умеем отчетность. Так вы поймите, пожалуйста, вот это искусство отчетности, это, кроме всего прочего, всегда в советское время было искусством маскировки. Конечно. Конечно. Смысл… Вот мы говорим, задачи отчетности – это одно. А смысл другой. смысл этих вагонов отчетности – это забаскировать то, что находится на самом деле. И слава Богу. Я бы сказал, что и здесь тоже самое в значительной степени. Конечно. В корпоративном мире они создают какие-то искусственные показатели, чтобы по ним чего-то такое оценивать, создается какая-то видимость какой-то деятельности. Ну, разумеется. Наташа, прошу прощения, у нас во сколько следующее мероприятие? Мы уже на грани. Ну, давайте тогда… Как минимум, я могу сказать тот факт, что не хочется расставаться. А вообще такое ощущение, что все только начинали. Могли бы еще поговорить, конечно. Да еще… Пару часик – это запросто. Я просто за ребят переживаю. Я понимаю, я понимаю. Вам уже в дверь стучались и говорили вообще, что вы делаете. Ну, какая девушка заходила… Ну, у меня поэт на четыре. У меня еще применяется. Ну, понятно. В общем, вам пытались уже знаки подать, что… Они сомневались, что я попал на конференцию. Они думали, что я забыл. А, все ясно. И хотели меня напомнить. Ясно, ясно. Не знаю, как для вас, но лично для меня все случилось. Интересно, интересно. Я когда мы начинали, я не знал, где мы вынырнем. И у нас все так всегда экспромтом… Ну, конечно. Я понимаю, люди там на Первом канале, они там готовятся, изучают там биографии, там еще что-то, у них вопросы там заранее согласованы. Вот. Мы так на ходу там… Ну, вот. А тогда в следующий раз, ежели я здесь окажусь, а есть некоторая вероятность, что окажусь… Я очень много действительно востребованность какая-то гигантская, но у меня почему-то возникло ощущение, что я здесь окажусь. Сейчас. Слушайте, а вот такой вопрос, так если вот по-американски как бы очень уместный, но вот если не хотите, не говорить. Вот вы на жизнь зарабатываете чем? Я зарабатываю своими семинарами, на которые меня приглашают. То есть, это просто вот… То есть, вы не работаете… У вас нет должности в каком-то месте? Ну, формально я являюсь профессором какого-то там университета, там, педауниверситета, там, допустим, в каком-то… Я там чистоюсь. Больше того, я иногда там появляюсь и провожу какие-то тренинги для студентов. Не то, что вы можете жить на эти деньги. Боже упаси. Нет, ну я просто… Да нет, ну там просто какие-то совершенно… У меня одна консультация стоит столько, сколько я… Хорошая консультация стоит столько, сколько мне платят за месяц моя работа там будет. Угу. Но вы должны все-таки нам что-то делать. У вас есть, ну, показатели какие-то… Дело в том, что меня как-то очень нежно любят и терпят, потому что я не знаю за что. За имя, за какие-то книжки, которые… А вам не говорят, пора ли вам задуматься о докторской диссертации? У меня есть докторская диссертация. А в какой области? Психология. Я доктор психологических наук. О, кстати, могу… А она и молчит. Нет, я могу прикольную вещь. А, ну вы понимаете, тут что нужно сказать? Дело в том, что у меня вообще хитрая такая, очень интересная судьба в этом плане получается. Ну, пример. Кстати, я был последним доктором психологических наук, который защитился по совокупности работ. А почему убрали? А потому что убрали эту опцию. Это было в 1996 году. То есть я уже… Я уже почти 20… А почему нельзя? А? А почему плохо-то? Что… По совокупности? Да я не знаю почему. Это уже другое дело. Ну, так получилось. А я рассказываю, как я защитил докторскую диссертацию. Потому что я очень странно живу. Я живу, не совершая, в общем-то, никаких специальных целевых усилий. То есть вы отдались… Ну, конечно, мне это им потом… Ну, совершенно… Просто рассказывать. Потому что, если я кому-то это рассказываю, на меня слоты… Ну, вы знаете, что… Докторская, это является такой ценностью, люди за это бьются и прочее, прочее. Ну, есть какое-то усилие… Все-таки надо написать. Я скажу. И даже по совокупности работа надо выйти и… Надо написать совокупность работа. Да. Ну, слушайте, что это история. Это был, кажется, апрель 1996 года. По-моему, апрель или… А, 96-й год, апрель, я сижу в редакции одного журнала педагогического и болтаю с главным педактором. Тут ему звонок какой-то. Он разговаривает, говорит, ну, Валерия Сергеевна, вот я сейчас как раз с Лапком разговариваю. Там какой-то визг на том… Дайте… Я слышу просто вот такой звук. Валерия Сергеевна Мухина – это наш академик такой, довольно известный. Она, наверное, написала там книжку «Близнецы», еще что-то там. Много чего. Детский психолог. Много учебников и так далее. И тут выясняется, что буквально совсем незадолго до этого она наткнулась и прочитала, наткнулась на мою книжку «Антропология мифа». Прочитала ее. И вот буквально разговор следующий. Это Андрей. Она говорит, Александр Михайлович, я только что прочитала вашу книжку. Я на вас смертельно обижусь, если в следующем месяце вы не защититесь у меня в диссовете. Ну, то есть прониклась. Ну, нет. Это было очень кокетливо сказано. У нее совершенно особая интонация. То есть она директор института или что? Ну, конечно, да-да, директор академического института и прочее. Секунду послушайте дальше. Нет, слушайте дальше. Я говорю, Валерия Сергеевна, вообще-то у меня нет таких планов. Я не планировал защищать никакую диссертацию. Она говорит, нет, она сказала сначала, я бы хотела, чтобы вы защитились. Я говорю, нет, у меня нет таких планов. После этого она говорит, смертельно обижусь. Ну, начинается уже такая кокетливая игра. Но мы договариваемся с ней все-таки встретиться. И она говорит, ну, в общем-то, все, что нужно, у вас куча работ. Дело в том, что к 1996 году, так по секрету вам скажу, у меня был написан общий объем к 1996 году книжек и статей, которые были много написаны, составлял где-то 220 печатных листов. А авторских листов даёт. Совершенно верно. Это много. Это очень много. Это было 20 лет назад. Это было очень много. Да-да. Ну и, собственно я писал в газетах и всё. Подождите, а кандидатская уже была? Конечно. А кандидатская у меня была по истории и философии. Хорошая была кандидатская. Кандидатная диссертация, на которую у меня рецензии... У меня тоже была защита в институте философии еще в советское время. У меня оппонентами были Генрих Степанович Патищев, Эрих Юрьевич Соловьев. То есть какие-то такие фигуры. Но их кто-то попросил, потому что ваш научный руководитель послал. Нет, это так случилось. Я пришел в институт философии и сказал, ребят, я тут написал гениальную диссертацию. Это была еще диссертация. Первое, что мне сказал Эрих Юрьевич Соловьев, это был человек, который был другом Мамардашвили. Таким близким другом и так далее. Он прочитал и сказал, вам это не разрешат защищать. Это было еще в советское время. Саша, вам это не разрешат защищать нигде. Ну, потом мы сделали несколько таких акций. В общем, мы это защитили, это в советское время. А за докторской была вот та история, что я сказал. Ну вот. То есть вас вынудили буквально через силу. Мы встретили. Ну да, буквально так. Но в результате она ошиблась. Защита произошла не через месяц, а через два месяца. Вот в апреле. Ну все-таки какой-то реферат надо написать. Ну конечно, там ну все, что нужно было сделать. А ну вы пишите. Это нужно было написать. Это было по мотивам антропологии мифа. Я написал реферат. Затем нужно было собрать некое количество там оппонентов. Я знаю, а вот все-таки совет, работа совета, она как бы расписана задолго там. Туда очень трудно вставить. Вот у нее там была дыра. Ей нужен был доктор, который в этом совете. И тут попался человек, про которого она поняла, что это легко сделать. А кроме того, вдруг, когда эта защита происходила, выяснилось, что довольно много народу вменяемого, которые с этой книжкой были уже знакомы, с антропологией. Это антропология мифа, чтобы вы знали, эта книжка, одна только антропология мифа, это 50 печатных листов. Такая. 50 авторских листов. Но это 900 страниц убористого текста. Это очень большое. Это очень большое. Это что-то же читать должен. Вы какой беспощадный человек. Вы пишете беспощадно. Именно поэтому с той поры я почти не писал. Я после этого написал еще другую математику, которую я конвертировал вот в эти карточки. Потом написал о картографии внутреннего детства, ну еще чего-то. Но я это все пишу, какие-то обзоры между... Не сосредотачиваясь. У меня нет фанатского письма, я не являюсь графоманом, в том числе и научным. Я просто честно писал мемуар о том, как мы тут эмигрировали. Да. Там 20 лет нашей жизни в США. И у меня там получилось 30 авторских листов. И я сейчас занимаемся тем, чтобы не печатать. Ну да. Это толсто, да. Ну и вот там масса осложнений, потому что там формат нестандартный, значит там толщина прошивки, и не по краюшку, а там целый дюйм. Ну да. Значит и там вот это всего. И там всего 30 авторских листов. Ну да. Ну да. Ну вот. Все, нам бежать уже надо. Ну тем не менее. В общем финал. Апофилос заключается в том, он садар написал квалификат, но надо было какие-то отзывы собрать. И тут набилась целая толпа народу, которым интересно было быть на моей защите. Посидеть? Ну и посидеть и принять участие. И у меня оппонентов был, например, Александр Григорьевич Асмолов. Да. Появился такой. Алексей Алексеевич Леонтьев. Да. То есть какие-то появились такие фигуры, такие нехилые, которые... Заинтересовались. Виктор Ефимович Каганков. Но они доброжелательно отнеслись? Ну, понимаете. Там вообще вопрос не про доброжелательность. А мне же интереснее дело. У меня же провокационные. Я же провокатор. Я интеллектуальный провокатор. И там все случилось. Была драйвовая защита, было все страшно интересные. То есть как Маяковский в политехническом там. Ну, конечно. Конечно. Все было хорошо, было очень красиво. И вот я и стал доктором наук. Ну, в общем-то... Для профессора это неплохо. Да. Не приложив к этому никакого особого усилия. Потом точно так же меня сделали профессором, что называют, без меня. То есть меня все время куда-то толкают. Или, например, сюда в Америку. Знаете, как я сопротивлялся против поездки суда? Вы знаете, что я думаю? Вы... Так, если мы попытаемся психологически, вы просто отпустили это. Абсолютно верно. И поэтому оно случилось. Абсолютно верно. Если бы вы потратили много сил на написание диссертации, на все эти дела, и вас бы все еще посылали и говорили, что график не позволяли, что пишите ерунду, читать некому, слишком много написали. Я бы не успел заниматься другими делами. Да, да. А так, поскольку вы отпустили, то все равно и случилось. Чистая правда. Чистая правда. Потому что все происходит. Ну что же. И здесь произошло по тем же самым причинам. Я думаю, ребята, значит, давайте, чтобы у вас все отпустило, где у вас затык, чтобы оно случилось. И мы тогда прощаемся с Александром. Я правда, я не знаю, когда мы увидимся в следующий раз, я думаю, что мы увидимся с Наташей. Наташенька, ну, идите на секундочку, чтобы вы так прячетесь там вот. Та Наташа, благодаря которой все и случилось. Наташенька. Я хотел, ну, просто делать симпатично. Вот. И чтобы можно доверить деток Наташе. Можно вам... И еще случится не раз. Я думаю, правда, если в ноябре сад открывается, то железно в феврале я появлюсь и с вашими уважаемыми коллегами детками поработаю. Все, тогда залегайтесь вправо, как залегайтесь вправо, я так на коленку. Можно я тоже на коленку? Да. Значит, в общем, короче, мы тут при Наташе. С вами прощаемся, но ненадолго. Да? Давайте так, помашемся, расскажем. Пока. Ура. Спасибо вам.